Мы прошли как бы основное. Мудрость — это дар от Господа. Но также мы должны научиться слышать тихий шепот, который Господь говорит к нам. Или даже... И иногда огромнейший крик, который прорывает тишину. И иногда это должно быть выглядеть так. Борис! Я хотел бы сказать кое-что тебе. Это то, чему мы с вами должны научиться также. Иногда в нашем стремлении измерить и распознать, сколько, как много. И также удостовериться. Мы можем перепутать знания с мудростью. И мы можем быть подвержены тенденции двигаться за собственным знанием. За вещами, в которых мы очень сильно уверены. И мы можем пропустить те маленькие вещи, через которые Господь может говорить нам. Все вещи от Господа. Мудрость, знания, понимание. Все эти вещи мы должны принять от Господа. Если вы хотите научиться ходить с Господом, это то, что вы должны принять и удержать. Мы имеем в нас, в наших человеческих формах, у нас есть знания. У нас есть наша личная мудрость. У нас есть наше понимание. Но когда мы размышляем и говорим о вещах Божьих, нет больше места. Нам и этого недостаточно. И в псалмах говорится, не полагайся на разум свой. Мы не можем двигаться в этом. Мы не можем сказать просто, да, я знаю это. У нас тенденция просто сказать, да, это я учил, это я знаю. Позвольте мне поделиться примером, который был у меня лично в жизни. Может быть, кто-то из вас слышал до этого, может, я делился уже. Я мастер на все руки, люблю творить руками. Иногда в некоторых странах говорят, о, у тебя две правые руки или, о, у тебя две левые руки. И если у тебя две левые руки, значит, ты, ну, нет пользы от тебя, бестолковый. И если говорят про тебя, что у тебя две правые руки, значит, ты очень много делаешь. И пару лет назад на практике я познал, как строить дом. Я знаю, как проложить все трубы в доме для воды, и как сделать электричество. Мы уже живем сейчас где-то в четвертом доме, в котором мы жили. И это был старый дом, и мне необходимо было все обновить. И нам нужна была новая вода, новая проводка и много разных вещей. И я сам лично сделал всю проводку, все электричество, все для воды. И я был готов просто нажать выключатель. эти пробки включить и рубильник включить. И я проверил все. Я проверил все лампочки. И я проверил все контакты в стене, резетки, все проверил. Все выключатели проверил. И я видел и чувствовал, что все выглядит хорошо достаточно. Я делал это раньше. И я подошел к рубильнику, нажал и бубух. Предохранители полетели. Я подумал, странно. И я прошел снова по всему дому, снова все проверил. И проверил фазы к выключателю. Опять. Это трижды произошло. И я подумал, это просто невозможно. И я позвонил своему близкому другу. Он работал в электрической компании. Профессионал. Хороший парень. Хороший друг. И я рассказал ему в подробностях всю проблему. И говорю, слушай, мог бы ты приехать проверить? И он перешел ко мне в дом. Он обошел весь дом. Он проверил все контакты, все-все проверил. И он спустился на ступеньки. И он сказал, я не нахожу ничего неправильного. И я говорю, хорошо, тогда рубильник включаешь ты. И он подошел к рубильнику. Включил рубильник. И все замечательно заработало. Я был очень недоволен. И именно в этот момент, Господь его использовал этот момент, чтобы проговорить ко мне. Тебе необходимо научиться не доверяться только своему личному знанию. Твоей личной мудрости. Оно не работает так. И он говорил не об электричестве. Он говорил о вещах, которые я делал в служении. Но он использовал очень практический момент, чтобы проговорить мою жизнь. И я не услышал бы. Потому что двигался до этого моей личной мудростью. Это очень важные уроки. Я надеюсь, Бог научит вас. Тяжелый путь, по которому вы учитесь, в итоге будет легким путем. Тяжело в учении, легко в бою. Наши духовные жизни бывают в таком беспорядке, что мы перестаем слышать вещи, которые идут от источника. Многие из вас достаточно молоды. У вас долгая впереди дорога. И по пути вас Господь будет учить урокам. Но если вы успеете выучить урок перед тем, как он вам даст пинка, это гораздо лучше. Когда Бог дает вам пинка, это достаточно больно, я вам говорю. Мы должны поставить нашу жизнь в правильную перспективу. Мы должны научиться доверять Ему и одному Ему. Да, Он будет учить нас вещам. Да, мы также будем продолжать иметь нашу личную мудрость, которую Бог будет использовать также. У нас есть таланты и дары, которые также Господь будет использовать. Но есть очень важный вопрос, который вы должны задать самим себе. Моя мудрость? Мои дары? Мои таланты? Под властью ли находятся они Божьей? Подчинены ли они Ему? Или я их держу только для себя самого и управляю я ими? О, у меня есть такой прекрасный талант петь. И мы думаем, что здесь между этим талантом и Богом ничего нет общего. Но это неправильно. Все, что у вас есть, из-за того, что Бог создал вас, это пришло от Него. И это принадлежит Ему. Но Он позволил нам этим управлять, это иметь. Вау, это чудесно. Но Он хочет, чтобы мы это перепосвятили Ему. Он хочет, чтобы мы сказали, «Господь, я так благодарен Тебе за то, что Ты дал это мне. Но я отдаю свой дар Тебе. И я хочу, чтобы Ты научил меня, как его использовать. Научи и скажи, что мне конкретно делать с этим я должен». Это первый урок. Научиться отдавать свой дар назад Ему. И когда мы приводим нашу духовную жизнь в порядок через молитву, поклонение, изучение и дисциплинирование. Это слово, которое не часто хотят люди слышать. В Англии мы говорим «ученичество», «ученики». В Англии слово «ученичество» содержит в себе слово «дисциплинирование». Если Ты ученик, значит, Тебя дисциплинируют. Дисциплинирование через вещи от Господа. Когда наши жизни духовные в порядке, мы можем быть чувствительны и настроены на вот этот сигнал от Господа. когда у Вас есть радио, когда Вы пытаетесь настроить на определенную волну, и Вы потихонечку начинаете крутить этот переключатель. И иногда Вы слышите музыку, и Вы слышите… это статика. И очень часто это вот то, что мы слышим. И мы должны очень точно настроить, чтобы мы могли услышать музыку небес. Чтобы мы могли услышать новости небес. Чтобы мы могли услышать то, что Бог хочет открыть для нас. Потому что все остальное в нашей жизни это статика. Это правда. То, что Бог хочет то, что Бог хочет сказать нам, оно как бы высушивается. Но когда мы настроены на правильную волну, когда мы слышим от Духа Святого, когда настроены на Дух Святой, Он нам откроет, что есть истина. Это может происходить очень различными путями. Это может прийти от другого человека. Это может прийти конкретно от самого Господа. Эти вещи мы можем изучить в библейском контексте по поводу вопроса пророчества. Итак, пророчество имеет подтекст, контекст. пророчество это знак Его близости к нам и заботы о нас. Господь заботится о тебе. Он любит тебя. Он создал тебя по имиджу, своему образу. Но также Он хочет быть очень близко к тебе. Писание говорит нам приблизьтесь к Господу. Это ваша активная часть. Это то, что вы обязаны сделать. Это не активная вещь, это то, что мы призваны делать, приблизиться к Господу. Пророчество это знак, что Господь есть, что Он находится там и Он строит нас. Что Он разрушает или восстанавливает. Слово пророчества может содержать такие вещи. Оно может содержать как строительный материал, такое, что строит вас, что поднимает вас. но также с другой стороны слово пророчества может разрушать те неправильные вещи, которые еще остались в вашей жизни. в этом как раз и проблема нашего не совсем понимания пророчеств. Я объясню чуть-чуть позже об этом и больше. пророчества пророчества направлено на то, чтобы строить и ободрять нас. Но мы не можем принять слово, которое выглядит очень таким тяжелым. потому что это выглядит, как Бог приходит и говорит, что вот эта вещь в твоей жизни, она нехорошая. И Он пытается говорить с тобой очень разными путями. Иногда мы не верим в это, но это правда. Я знаю, что это правда. Бог говорил ко мне таким образом. И только после как бы урока я понимал, а, так вот почему вот это или вот это произошло в моей жизни. И иногда через обстоятельства Бог пытается проговорить твою жизнь, что тебе нужно измениться. Но я не слышал Его. Я не был внимателен к этому, не обращал на это внимания. И тогда Бог выбирает просто другой путь. И Он говорит кому-то, и Он дает тому человеку слово. И тогда уже этот человек через его пророчество Бог говорит о том, что вот эту вещь надо убрать из твоей жизни. И это бывает очень четко. это не самая приятная часть. Иногда пророчество вмещает в себя слово утешения. Иногда вы проходите очень сложные периоды в вашей жизни. и Бог посылает слово к вам через кого-то. И например это как Бог обнимает вас и все будет в порядке. Бог утешает. Дух Святой также назван утешителем. Первое Коринфянам здесь показано о пророчествах в контексте Нового Завета. 14 глава 1 Коринфянам 3 стих. А кто пророчествует тот говорит людям в назидание увещание и утешение. В Танахе мы можем прочитать Висайя. 40 глава 2 3 3 4 5 6 7 7 Что я хотел бы сделать, я хотел бы, чтобы прочитана была вся 40 глава. Я хотел бы, чтобы каждый из вас прочитал по стиху, по кругу. И причина, почему я хочу, чтобы это сделали. Первая причина, чтобы я удостоверился, что вы проснулись. Так же, что чтение вслух Писания — это очень сильная вещь. Мы читаем по 4 стиха и переходим к другому человеку. Начинаем с Андрюши. Слава Господню! 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 Продолжение следует... 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 Это пример пророческого слова... Что я хочу, чтобы вы сделали... Как домашнее задание... Происследуйте этот текст... И выпишите элементы, которые включены в этот текст... Элементы, где Господь утешает... Что нас ободряет и строит... Те места, где показано то, что есть неправильного и что надо менять... И те вещи, которые приносят утешение в нашу жизнь... То есть три вещи, которые строят и ободряют... Те, которые призывают нашу жизнь к изменениям... И отречениям от каких-то плохих вещей... И утешают... И если вы найдете еще что-то... Запишите и то, что вы увидите лично... И мы завтра уделим внимание этому... Договорились? Придется вам поработать... Пророческое служение... Это... Служение людям в конкретной ситуации... Второе царство... Двенадцатая глава... Седьмого стиха... Нафан говорит Давиду... Ты человек... И так говорит Господь Бог Израиль... Я помазал тебя быть царем над Израилем... И я избавил тебя от руки Саула... Я дал тебе дом Господина твоего... И жен Господина твоего... Я дал тебе дом Израилем... И дом Иудин... И если этого тебе мало... Я прибавил бы тебе еще больше... Это было сказано Нафаном Давиду... Это была конкретная ситуация... Какова была ситуация... Давид был... Согрешил грех... И он покаялся в этом... И он взял Версавию жену... И послал Урию на смерть... Вещь, которую мы должны понять... Что Нафан не был просто пророком... Он был советником Давида царя... Но также он был лучшим другом Давида... Если вы будете разбирать Писание... Вы увидите это... Я думаю, что Нафану было достаточно сложно... Высвободить это слово Давиду... Но из-за того, кем он был для Давида... Он был лучшим претендентом... Чтобы пойти сказать эти слова Давида... Давид мог бы проигнорировать любого другого человека... Он был царем... Кто задает вопросы царю? Надо быть осторожным... Да, могут казнить... Вы не задаете вопросов царю... В то время, по крайней мере... Никто не мог задавать вопросы царю... Но это была конкретная ситуация... И что сделал Нафан? Если мы прочитаем с начала 12 главы... Мы прочитаем вот что... И послал Господь Нафана к Давиду... И пришел к нему... И сказал ему... В одном городе были два человека... Один был богатый... Другой был бедный... У богатого было очень много мелкого и крупного скота... А у бедного ничего... Кроме одной маленькой овечки... Которую он купил... Маленькую и выкормил... И она выросла у него... Вместе с детьми его... И от хлеба его она ела... И спала... На груди у него... И пришел к богатому... Человеку-странник... И тот пожелал взять... Из своих овец... Хотя у него было... Очень много... Но он взял овечку... Которая была у бедника... Убил ее... Приготовил... И накрыл стол для странника... Что сделал Нафан? Он рассказал Давиду историю... Странную историю... Сказку... Звучит... Так как мы прочитали как сказка... Но эта история была со смыслом... С целью... Пророчество ли это? Пророчество ли это? Да, ты говоришь да... Потому что это правильная ответа... Это как приготовить... Да... Он как бы прокладывал путь... Для того, чтобы высвободить Слово... У Бога было очень серьезное слово... К Давиду... Он мог точно взять указочку... И ударить Давида по голове... Но он послал Нафана... Помните, что я говорил? Нафан был другом... Давида и советником... Его как царя... Но также пророком... Он был лучшим для этой работы... И он начал рассказывать эту историю Давиду... И у него была цель... И это было пророчество... Как это работает? Вы видите здесь пример... И что случилось? Давид очень разозлился... Этот человек должен умереть! Это невозможные вещи, что он сделал... И нафан... Я думаю, что он очень тихо это сказал... Он сказал... Давид... Ты тот человек... Как мы можем принести такое послание... Если мы обязаны передать такое... Если мы обязаны передать такое... Мне приходилось это делать... И это нелегко... Так же Бог дает мудрость... Чтобы это слово высвободить тем путем... Чтобы человеку, которому оно предназначалось... Мог увидеть, что неправильно... И осознать, что... Ты тот же человек... О котором говорится в истории... И ты заслуживаешь того наказания... Сегодня в церквях... У нас сегодня в церквях есть такие стерильные пророки... И очень часто это... Формулы... То есть это... Это как бы внешнее... Это... Пророчество в церкви... Как это происходит? Я не знаю, как это здесь у вас происходит... Но я могу сказать вам, как это происходит в Финляндии... Это меняется... Слава Богу... Но старая традиция заключалась вот в чем... Если кто-то приходил со словом пророчества... Они вставали в церкви... Это то, что говорит Господь... Вы должны поменять пути свои... Часто это были женщины... И они часто говорили таким тоненьким, писклявым голоском... Очень страстно и чрезмерно эмоционально... И... Слезы текли по их лицам... Но была проблема... Это была традиция... Я не говорю, что слово было неправильным... Но мы должны с вами не забывать о том, что Бог... Бог не работает всегда одинаково... И очень часто Он не работает одинаково... У Бога есть особый путь... Для особого послания... В особое место... Понимаете ли вы это? Не попадите в ловушку... Вы должны понимать о том, что Бог будет вас использовать лично, индивидуально каждого... И если мы посмотрим в Писание, все пророчества, они были разные... И они были разными путями говорены и работали разными путями... Все было разное... И если мы увидим это все, мы поймем, что Бог настолько больше всего этого, чем мы можем представить себе даже... Если есть конкретная ситуация... В которой работает Господь... И Он выберет путь, по которому в этой ситуации сработает вариант по-лучшему... Я говорил уже ранее, что это крайне сложно, если вы знаете лично человека, которому надо высвободить слово... Но если мы посмотрим на вот это дело Нафана и Давида... Это возможно... И я верю, что Бог дал очень много сверхъестественной мудрости Нафану... Как достигнуть Давида... Он также знал, Нафан, как Давид думает... И, скорее всего, Нафан подумал о том, что вот если я начну с истории, то я знаю, как Давид отреагирует... И тогда я могу кинуть свою маленькую бомбу... Мы должны понимать, что Бог использует в нас и через нас... Давайте вернемся к 1-му... 14-й главе... 1-й главе... 24-й стих... Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. Может быть, вам немножко понять, почему я соединил эти местописания, но мы не забываем о том, что я говорю, что всегда есть особое место и особые ситуации, и мы говорим о конкретном пророческом слое. И здесь говорится, я верю о пророческом откровении. Но если мы обратим внимание конкретно, то здесь увидим, что, но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается. И у меня была ситуация, когда я переживала, кто-то приходил в служение, и, в принципе, никто не знал, что это был за человек. И пророческое слово было высвобождено в служении. И было одно служение. И вот каким было пророческое слово. Это было слово о человеке, который сидел на столе. И за столом, а его руки были пом и ноги. И сидит напротив него жена. Как бы вы истолковали это? Вы не сделали бы этого. Человек вышел вперед и сказал, это я. У меня есть встреча с женщиной. Стол обозначал связь. Пророческое слово говорило о том, что полностью описало ситуацию с этим столом. Описало стол, как он был создан, цвет, все описало конкретно. И этот мужчина, который просто зашел на служение, который был с этой женщиной, он сидел за этим столом. И у него были ноги под этим столом. И он понял, что это был он, что это для него. И из-за того, что прозвучало это пророческое слово, он поведал свой грех. И никто другой не мог бы даже знать этого. Об этом столе ничего подобного. Но это было слово, которое было дано. Вы также можете назвать это словом знания. Но мы дальше поговорим о том, как будто это вместе слово знанием и пророчеством. Мы берем небольшой перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...